привет мы продолжаем смотреть мандалорец второй сезон 3 серия прошлая серия была довольно таки мрачная страшная лично для меня я даже не помню ну были ли до этого какие-то такие серии пугающие вот но вторая часть прям какой-то хорош получился ну типа того ужастик короче эти пауки как вспомню передергивает что было собственно во второй серии мы встретили пассажира лягушку ящерицу что-то типа того которую надо переправить типа перевести в другую планету узнали то что малыш но не то что узнали мы уже знали то что он любит в принципе что-нибудь похавать особенно лягушек вот а тут вообще яйца поэтому забавно было за ним наблюдать и то как он липнет к этим яйцам и так далее вот увидели дэйва филоне я не стал конечно свою реакцию реакцию меня на канале еще я я увидел понял то что лицо знакомое но не понял кто это короче поэтому решил вообще это не вставлять этот момент вот был приятно удивлен вообще увидев их свинги и классно то что они появились и помогли ему хотелось бы конечно чтоб кто-то другой бывает типа бопа вот но я думаю с ним еще увидимся третья серия опять очередная история очередной квест и я надеюсь хоть чуть-чуть но мы продвинемся в основной сюжетной линии то что то есть ну с поиском расы малыша вот ладно давайте смотреть ну за тут то хоть нормально доберется уж показывали по моему подобную уже просыпаюсь посадочный комплекс не работает когда войдем в атмосферу топлива должно хватить чтобы замедлить ход если мы не сгорим дотла еще чуть-чуть кромко лезвие прием я знаю кого мы встретим по ходу ровно и четко блин интересно они починят его или нет в этом ого это это я понял примерно типа от от ст там слушай это не там не та планета где был хан соло я знаю что ты голодный сейчас тебе что-нибудь раздобудим урошечки аж пробежались на нем бискард не играй с едой увидел когда-нибудь кормится мамакор кто еще зрелище мамакор малому может быть интересно как правило кормежка у нас рано утром но сегодня пропустили потому что и спорта нет там зверюга она проглотила дитя я искал больше таких как мы мне поручили доставить это дитя я надеялся что откуда у вас эта броня вы не закрываете лица вы не мандалорцы я богатан из клана крис я родилась на мандалуре и билась в чистке я последняя в своем роду интересно ну короче он с ними сконтачится в любом случае так за подставу эту надо бы там расфигачить кафешку того чувака эй ты убил моего брата не он он не убивал твоего брата это была я что ты знаешь от жидая ничего я надеялся вы мне поможете закрыть дверь закрыть дверь Который? Все! Закрывайте все! Они в западнеце. Ну, у них есть может что-нибудь. В зоне контроля груза. Где? В зоне контроля груза. Прием. Ты меняешь условия сделки. Таков путь. В чем дело, капитан? Еще один пиратский захват. Вы знаете, что делать. Да здравствует Эльберия. Упс. Так, что он хочет? Уничтожить может? Темный меч. Он у него. Если спрашиваешь, то и так знаешь. Давай. Прикольно. Они, оказывается, не мечом проходят. Но ты отведешь меня к нему. Ты, может, и оставишь. Но он нет. Нет! Надо уходить. Где я могу найти джедаев? Отправляйся с найденышем в город Халадан. На лесной планете Корвус. Там ты найдешь Асакутана. Скажешь, что тебя послала Бог Атан. И спасибо тебе. Блин, круто то, что мы все-таки увидели Бог Атан. Таков путь. Таков путь. Так. Спасибо, что присмотрели за ним. Невероятно. Да. Ну что, в общем и целом. Серия неплохая. Мы встретились наконец-таки с Мандалорцами. Во главе с Бог Атан. Она здесь. Угу. Очень хорошенькая. Вот. Мне, конечно, казалось то, что мы встретим еще и Асакутана. Но куда ей полегче. Куда я так тороплюсь сам не знаю. Но просто хочется уже увидеть. Ее мы встретим, видимо, в следующей серии. Или наоборот еще и в следующей. Типа через серию. Кто знает. Там может, чтобы с ней увидеться, надо будет еще какое-то испытание. Квест пройти. Мне не понравилась планета. Вообще ужасные существа там живут, работают. Это как, блин, так подставить чувака и скормить детеныша и самого Манда какому-то чудищу. Фу, такими быть, кошмар. И сами эти тона, ну, холодные, прям, ну, отталкивает, короче, планеты изначально. Приземление, конечно, у него было мощное. Забавное. И, блин, как ему починили лезвие. Ну, тё, алё. Это какие-то отбросы, короче. Эта планета называется отбросы. Блин, чё она туда так... А, ну, он там работает, наверное, да? И у нее этот хахальта. Встреча была забавная. Такая милая, прям, ути-пути, уру-рушечки. Вот, еще и детеныш у них родился, короче, вообще. Я, если честно, думал, что малыш сейчас опять его прям при них захавает. Это было бы вообще жестко. Но он этот, все-таки, сдержался. Молодец, шарит. Вот, так. Ну, то, что эти мандалорцы, у них свои цели, как бы. То есть, ну, есть же расхождение там в мандалорцах. Вот, собственно, здесь мы это немного понаблюдали за этим. Но, как говорится, лучше объединиться перед общим врагом. Вот, классные сцены на корабле. Очень понравилось, особенно то, как они их, ну, из багажного отсека в итоге выкинули всех. И момент с суицидом. Вообще, классно, конечно, тоже неожиданно было. Все. Что за планеты, я так и не понял, конечно. Но я думаю, мне кто-нибудь это напишет. Либо найду я в обзорах. На этом все. Спасибо всем за просмотр. В переводе «Колдфилм» и вообще... Нет. Вот, в переводе «Колдфилм», наверное, я не буду смотреть. Это капец, сколько рекламы туда пихнули. Это ужас просто. Причем на полэкрана. Вау. Чуваки. Лучше смотреть в Кироп ТВ тогда, если такая тема. Я не знаю. Я вряд ли больше буду смотреть. Буду ждать Кироп ТВ. Надо еще найти... Понять, где можно скачивать серии вообще. Потому что я смотрю, ну как, мне присылают в Телеграме. Я смотрю, ага, ну вот «Колдфилм» прислали. Надо им написать как-то, может, я не знаю. Типа «Лучше Кироп ТВ». Где скачивать, тоже пока хз. Ну ладно, я думаю, с этим разберусь еще. До скорых встреч. Спасибо всем за просмотр, за внимание. Пишите комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Check it out.